Это ролик моей распаковочки. Я помню, четыре букета вот так стоят. Я такая... Блин, мне так нравится это украшение. Это браслет! Чё? Это духе, я вот просто гарантирую. Юбка мега короткая. Чё? Маш, ты мне носки подарила? Нифига, это от инстасамки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ребята, всем привет! С вами Милана Некрасова. Я думаю, вы все в шоке с моего влога насчет дня рождения, особенно с концовки. Я думаю, это полный кринж, но оставим это в том ролике. Всё, закрыли тему. Это ролик моей распаковочки. Это у нас обзор на мои подарочки с дня рождения. И здесь очень много цветов, как видите. Я не знаю, какой из этих чей букет. Точно знаю, что, по-моему, либо этот, либо... Либо вот этот, либо вот этот. Букет Даши Дошик. Я помню, она мне дарила огромные белые розы. Вот, а какой из них, точно не знаю. Поэтому вот так вот. Это цветы Заира. Сразу говорю, потому что... Короче, ко мне подходит Саша, это мой менеджер, говорит, Мирана, Милан, дай, пожалуйста, ключи от квартиры. И она такая говорит, ну там, короче, хотели сюрприз сделать себе в квартиру. В общем, потом придешь домой, после праздника увидишь. Я захожу домой, и тут, короче, помню, 4 букета вот так стоят. Я такая... Короче, я что-то заболталась, поэтому всё, надо делать распаковку, иначе я так не начну. Давайте, первый подарок. Такой вот серый пакетик. Тут уже есть записка. Спасибо большое за записки. Я хотела бы узнать, от кого это. Моей любимой Миланочке спасибо, что стала частью моей жизни. От Сашулика твой менеджер. Саша, любимая моя, чекайте, какое украшение. Я помню, я была на съемке, по-моему, шоу ТОП, и там есть стилист, который всем подбирает наряды, и она постоянно у нее очень крутое украшение, и я такая говорю, блин, мне так нравится это украшение, потому что вот так вот завязываешь, вот так вот завязываешь вокруг шеи, и выглядит очень круто. И еще здесь вот такие вот сережки. Кольца, кстати, это самые лучшие сережки, как по мне. Оценочку. Давайте. Маш, сколько дашь? Десять. Одиннадцать. Следующий подарок это Poison Drop. Poison. Poison. Чтобы вы понимали, когда я писала приглашение всем, кого хотела пригласить, я писала снизу, пожалуйста, делайте записочки, подписывайте подарки, чтобы я знала, кто что подарил. И говорила, и благодарила в ролике. И, конечно же, самые лучшие люди, наверное, 50% моих гостей просто ничего не подписали. И поэтому мне пришлось узнавать через кого-то. О, вот мешочек. А что тут лежит? О, это браслет! С факом, который я хотела. Или это не браслет? Да, это браслет, смотрите. Он с факом. Очень клевый браслет. И он, знаете, такой прям минималистичный, еле заметный. Ну, можно сказать, и выглядит, ну, очень круто. Ничего не подписано, как обычно, я же говорила. Следующий подарок вот такой вот у нас синий-оранжевый пакет. Спасибо большое за открытку. И спасибо большое, что подписали открытку. И от кого этот подарок? Хорошо, я буду пытаться угадать на свою смекалку. А еще хочу рассказать вам историю о том, как я лоханулась. смы... Че? Реально не подписано. Смотрите, короче, это сережки и ожерелье. И, по-моему, я поняла, кто это подарил. Потому что я помню, что у меня был вишлист, но там этого не было. И я показывала только Жене вот это ожерелье и сережки. Поэтому я думаю, что это подарил Женя. Но так же не могу гарантировать. Я просто думаю. О? Я вспомнила по пакету, это Женя подарил. Женя? Да? А я поняла по украшениям, потому что только ему это показывала. Следующий пакет у нас из ЦУМа. Ааа, это подарок Яны. В общем, рассказываю. Мне как-то не могу рассказать. Сейчас расскажу и потом распакую. Значит, как я лоханулась. Мне очень много людей, которые мои гости пришли и сказали, Милан, типа, надо было в приглашении написать приходить всем не к 10, а к 8 вечера, чтобы все люди пришли к 10. как раз таки и начался праздник. А в итоге все пришли где-то к 11, к 12 почти под мой день рождения. И я просто всех ждала с 9.30 где-то так. Вот. Это, по-моему, духи Версач, я так думаю. Это подарила Яночка. Это мой стилист. Айс. Вот как такими лопатами что-то можно распаковывать? Хорошо. Это духи, я вот просто гарантирую. А их виш-листе не было. Яна, Яна, мой самый любимый стилист. Спасибо тебе большое. Это все для тебя. Следующий подарок у нас, я даже не знаю, кто мне это подарил. Это юбка. Короче, юбка мега короткая. Она выглядит как топ какой-то. Но я не знаю, мне просто очень нравится, как выглядит именно пасон. Блин, я не знаю, кто мне подарил эту шикарную юбку, потому что я ее очень хотела. Но мне кажется, это либо Милана Хаметова, либо еще кто-то, потому что я помню, Милана писала, когда я ее только пригласила на день рождения, она мне написала типа какой-то размер там вверх, вниз и так далее. Ну, чтобы не спалиться, она мне спросила сразу про все, чтобы просто понимать. Вот. Поэтому это просто догадки, я точно не знаю, кто что подарил. Но если это Милана, спасибо тебе большое. Если кто-то другой, тоже большое спасибо. Но вы не подписали подарок. Итак, следующий подарок это вроде бы от Заира. Я не помню, точно ли это от Заира или нет. Мне говорили кто-то, что он подарил сумку или подарит сумку. Момент Х. Короче, рассказываю. Я виш-листе выбрала две дорогие сумки. Одна была вот эта из Кэм. Вот. Черная. И была еще какая-то белая или розовая, что-то такое. В общем, Заир, если ты подарил ты, большое тебе спасибо, потому что я ее реально хотела. Но я всегда думала, типа, блин, мне просто жаба душит столько денег тратить на сумку. Вот. И мне ее кто-то подарил. Ура! Большое спасибо тебе за это. Спасибо. Спасибо, самый успешный продюсер. Yes. Итак, дальше это подарок от Насти. Я знаю, что он мне подарил шапку, потому что когда мы снимали ролик, там, где Давид ищет девушку, мне Настя одолжила шапку. Я мне попросила, сказала, что я хочу такую же, и она сказала, давай я тебе подарю на день рождения. Я такая, давай. Я мне подарила эту шапку. Короче, Настечка, большое тебе спасибо. Я реально хотела эту шапку. Я себе недавно, кстати, купила такую же, только бежевую. И мне вообще такие шапки очень нравятся, всякие, знаете, с ушами, какая-нибудь с ума. это такая. Спасибо. Подарок от ВК. Ребят, смотрите, короче, это, наверное, футболка. А нет, это лонгслив. Как раз у меня нет лонгслива. Очень красиво выглядит. Спасибо большое. Это уже похоже... Это футболка. Это вот такая футболка с персиком. Мои самые любимые стикеры в ВК это с персиком. Это рюкзак. Вот такой вот рюкзак. Кстати, у меня порвался недавно рюкзак, в котором я ходила в спортзал. Я в школу не хожу, но я хожу в спортзал, и мне нужен рюкзак, поэтому... ВК, большое спасибо. Давайте следующий подарок. Это, я знаю, что это такое. Да, Шамиль? Да. Это сертификат. Это Poison Drop, ребята. Мне подарили два сертификата на 10 тысяч и на 5 тысяч. Получается 15 тысяч. Лада и Шамиле большое спасибо. Я, кстати, думала насчет того, чтобы мне кто-то подарил хотя бы сертификат, потому что эта вещь, кстати, удобна на самом деле. Что и золотое яблоко, что Poison Drop. Крутая вещь на самом деле. Опять не подписано ничего. Ну, давайте распаковывать. Это 100% Давид, я вас уверяю, это мне подарил Давид. Вот просто я вот 100% говорю. Маш, ты мне носки подарила? Просто короче. Короче, я рассказываю, почему я подумала, что это Давид. Первое, Давид, недавно мы что-то там были на съемках, он говорит, а какие у тебя духи? Я говорю, Версачи. Ну, у меня такие же духи. Я говорю, у меня Версачи. И когда у Давида был день рождения, мы дарили ему коробку 300 носков. И ты мне подарила белые носки. И свеча как раз капец вкусно пахнет. Носки носи в любой день. Офигеть. Вот сейчас я прям удивилась максимально. Итак, следующий подарок. Короче, это очень классная кофта. Тоже SKM. И она у меня была в виш-листе. Знаете, что я смотрю виш-лист, я же вижу, что забронировано, что нет, но я не знаю, кто мне что подарит. Эта кофта не была там забронирована, и я думала, что мне никто не подарит. В итоге, а кто? А кто подарил-то? Я опять не подписана. Давайте примерим. Ну, она капец классная вообще. Я прям очень ее хотела. Ну, блин, надо мерить, конечно, не на футболку. Кто бы это ни был, большое спасибо за кофту. Длиннее, я теперь не знаю, кто подарил этот подарок на елкарный бабай. Это от кого? Это что такое? Опачки! Это майка. Она тоже была виш-листе. Я не знаю, кто мне это подарил. Опять ничего не подписано. Но все равно, кто бы это ни был, спасибо большое за топ майку, что это такое. Я не знаю, кто это подарил, но она очень клевая. Я ее тоже хотела. Спасибо. Мишка. Это типа брелок? Ничего. Скрыли? Ну, выглядит очень миленько. Очень даже. Все! Это выглядит как арт какой-то. Знаете, когда вот эти вот картины заказывают, да? По фотографиям их рисуют. Ну, выглядит очень красиво. Поэтому, алло. Привет, Миланочка. Мы элита клуб Оф Элит. Ранние Милашка ФД. Желаем тебе самых ярких моментов в жизни. Желаем, чтобы рядом с тобой были самые близкие и надежные люди. Спасибо тебе за то, что ты вообще существуешь. Мы любим тебя все элиты. Мои подписчики, мои фанаты самые лучшие. Спасибо вам большое. Я так поняла, весь этот пакет от элиты. Офигеть. Спасибо большое. Что здесь еще? Макаронсы. Я, кстати, очень люблю макаронсы и, в принципе, люблю сладкое. Спасибо большое. Это патчи. Как раз мне нужны патчи. Я вчера очень поздно легла и я проснулась с опухшими глазами. В принципе, я всегда с опухшими глазами просыпаюсь, поэтому спасибо большое. Я так поняла, масочки, которых мне сейчас не хватает. Спасибо, элита. Всех очень люблю и, в принципе, люблю всех своих подписчиков. Один из моих любимых брендов одежды, кстати говоря. О, подписали. От Пэвилл и Настя. Паша и Настя. Нифига себе. Ну-ка, ну-ка, ну. Сейчас я угадаю, будет лонгслив сто процентов. Да. Потому что, я помню, я что-то там глазком маякнула, что там, что. И это вот такой вот лонгслив. Очень, причем, клевый, потому что у меня вообще нет лонгсливов в принципе. Я их очень сильно люблю. У меня есть только вот один единственный, который я ношу. И то он весь какой-то уже грязный, и могу вот раз спасибо большое Паше и Насте. Вот такая вот. Я крутая. Милана, с днем рождения, Аслан. Аслан! Наконец-то кто-то опять подписал в подарок. Это лонгслив. Офигеть. Аслан, большое спасибо. Я сегодня чисто на лонгсливах из планты и от ВК. Вот. Тоже очень классный с Бибикой. Аслан, большое спасибо. У меня это тоже было в вишлисте, кстати говоря. Знаете, на самом деле вишлист это удобная штука, потому что получается, когда ты хочешь, чтобы тебе что-то подарили, ты делаешь вишлист и всех стоит пожелание. И там люди просто выбирают и ты уже тебе дарят то, что ты реально хочешь. Крутая, короче, вещь. Итак, следующий подарок. Я надеюсь, он будет в этот раз подписан. Коробочка какая-то. Немного помятая. Инстасамка for with Milano. А, че я сказала? Инстасамка for Milano with love. Мух английский покоряет меня просто. нифига, это от Инстасамки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте сейчас будет момент Х. Че? Это колье за 70 с лишним тысяч, чтобы вы понимали. Охренеть. Ну, когда я смотрела сайт, оно было почти 78 тысяч. Я не знаю, сколько оно стоит вообще. Офигеть. Я хочу это померить. Я хочу это померить. Ребята, оценочку давайте от 1 до 10. Я очень хотела это колье, жерель, не знаю, как это называется. В общем, с этим сердечком, потому что смотрела, что у многих оно есть. Я просто в шоке. Капец. Еще с красным цветом, и он так красиво тут переливается как-то фиолетовым. Блин, офигеть, Даша, большое тебе спасибо. Очень красивое. Ты с ней швыки не риск. Окей. Ребята, в общем, так получилось, что я не знала, что мне Дилара подарит подарок в момент того, когда мы снимали распаковку всех подарков. Вот. И недавно она мне написала, сказала, что она мне привезет подарок. В итоге я его сейчас получила. Вот пакетик. И сейчас будем делать с вами распаковку. Наконец-то! Подписали! Диларочка, спасибо большое. Ребят, эта сумка, она, кстати, была в виш-листе, между прочим. Сейчас посмотрим, как она будет выглядеть. А, я понял, понял, как ее крепить. Вот так вот, как ремень надеваешь. Розонька еще такая. Блин, так круто! Все, я сделала сумочку, ребята, посмотрите, какая она красивая. Розонька вот такая вот. Давайте оценочку в комментариях. Я ставлю ей один из десяти, потому что я ее тоже очень хотела. Дилара, любовь моя, спасибо тебе. Я не имею представления, от кого это. Это вот такой вот заяц. Я не знаю, от кого этот заяц, но выглядит очень миленько. В общем, кто бы это тоже не был, большое спасибо. Будет у меня вот так вот наполнить здесь, в комнате. Я, кстати, скоро переезжаю в другую квартиру, поэтому будет уже новая локейшн на видео, так что все будет очень даже хорошо. Это заяц всегда спишется. Ну что, ребята, я распаковала все подарки, которые мне подарили. Вроде бы все. Больше ничего нету, как я вижу, поэтому я думаю, вам понравился этот ролик. И пишите в комментариях, чей подарок вам понравился больше всего. Вот. Пишите свое мнение, как вам. Ну, и хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Муааааааааааа.